Здравствуйте, меня зовут Самойленка Наталья, биография отцов-основателей современной ботаники. Я не устаю удивляться, насколько интересна и непроста была судьба каждого из них. И не понимаю, почему в современном мире ботаник ассоциируется с тихим, флегматичным человеком, уткнувшимся в книге. Вспомните, мы рассказывали о Мичурине и Фрейзере, Тумберге, который отправился на другой конец света, чтобы утолить зеленый голод, так хорошо известный всем садоводам. Сегодня мы расскажем об одном еще удивительном человеке, который оставил свой след в ботанике, зоологии, медицине, дипломатии, политике. Это Филипп Зибальд. Человек, имя которого больше известно садоводам, нежели дипломатам или врачам. А зря. Ведь Зибальд один из немногих европейцев 18-19 века, на которого японцы смотрели, если не на как равного, то как на достойного мужа. И несмотря на то, что Зибальда обвинили в шпионаже в пользу Российской империи и выдворили из страны, Зибальд всеми силами старался открыть Японию меру не через пушки, как это в итоге сделали американцы, а через торговлю и дипломатию. Но обо всем этом подробнее. Зибальда немца по происхождению всегда манил восток. Труды и коллекция растений Тумберга не могли оставить его равнодушным и не давали ему покоя. В 26 лет он поступает на военную службу в Нидерланды в должности врача и отправляется в Ост-Индию, в голландскую колонию, ныне Индонезию. Уже оттуда, усовершенствовав свой голландский, он в должности врача, в голландской миссии отправляется в Японию. Там ситуация со времен Тумберга не сильно изменилась. Иностранцы все так же не могли свободно передвигаться по стране. К ним относились с недоверием и пренебрежением. Почти в каждом мерещился шпион. Зибальда интересовало все. Растения, животные, предметы искусства, обычаи, состояние армии и самая главная граница. Он был ушами и глазами Голландии. По примеру Тумберга он стал налаживать связи с местным населением, делясь секретом европейской медицины. И вскоре стал первым европейцем, открывшим медицинскую школу в закрытой Японии. К нему ехали учиться врачи со всей страны. Он не отказывал в оказании медицинской помощи никому. И то, что безусловно вызывало уважение и восхищение японцев, не брал за это деньги. Зибальд брал борзыми щенками. Ему привозили растения, редких животных, предметы искусства, книги. А если ничего материального не было, то рассказы. И это было самое ценное. Все это Зибальд с торговыми судами отправлял в Голландию. Так было до тех пор, пока корабль с очередной контрабандой и самим Зибальдом не потерпел крушения. И японцы, пришедшие на помощь, обнаружили не только вывезенные предметы искусства, но и карты. В то время представления о реальных границах Японии не было. Всех мучил вопрос, Сахалин это остров или полуостров? В картах, составленных японскими картографами, таился ответ на этот вопрос. Зибальд обменял карты на книгу Крузенштерна «Путешествие вокруг света». Около года длилось разбирательство. Все японские ученые, политики и чиновники, контактировавшие с Зибальдом, были арестованы. Многие лишились постов, состояния, кто-то даже жизни. Филиппа Зибальда выслали из стороны. Думаю, что уезжая, он верил, что вернется. В Японии у него остались любимая женщина и маленькая дочь, которая впоследствии стала первой женщиной-врачом, практикующим европейскую медицину. Зибальд пытается вернуться на острова любыми путями. Он вступает в переговоры с Перри, пытаясь присоединиться к его экспедиции и объяснить американцам, что не надо открывать Японию через ультиматумы, пушки и угрозы. Перри отказывает ему. Тогда Зибальд обращается к российскому правительству. И его вызывают в Петербург для консультации. Наставление Путятину и некоторые пункты договора о сотрудничестве с Японией были написаны на основе данных, полученных от Зибальда. Но и в эту экспедицию он не попадает. Русские не хотят нервировать японцев в его присутствии. Но в Японию Зибальд все же попал. Спустя семь лет после своей депортации он вернулся в страну восходящего солнца, поступив на службу к японскому правительству. Это была его последняя поездка. Вернувшись после нее в Европу, он до конца своей жизни занимался разбором своих записей, описанием коллекций. Итогом этой работы стал Нипан. Многотомное издание, посвященное Японии. В первой половине XIX века. Труд издавался в течение 20 лет. И так и не был завершен. В нем, кроме географических данных, рассказов о быте, культуре и искусстве, подробно описывается японская флора и фауна. Если бы не Зибальд, то как знать, когда мы познакомились бы с сосной густоцветковой, горохоплодным кипарисовиком, корейским кедром, айянской елею и многими другими растениями. А сколько видов с гордостью носит его имя. Напоминая и не давая забыть этого прекрасного дипломата, врача, немного шпиона и великого ботаника, хоста Зибальда, отчиток Зибальда, примола и магнолия Зибальда и многие-многие другие. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. До скорых встреч!